Друзья, всем привет! С вами я, Денис Пахила. Это мой блог на телеканале Дом, в котором я рассказываю, а как же дела у меня дома на Донбассе. На прошлой неделе в Украине отметили День Шахтера. Это профессиональный праздник многих жителей Донбасса. Его отмечают по обе стороны линии соприкосновения, от Лисичанска до Мирнограда. А пока чиновники с экологами раздумывают, как закрыть шахты с минимальным уроном для населения украинских моногородов, на неподконтрольной территории закрывают угольные предприятия без всяких раздумок. Некоторые шахты пострадали от обстрелов и из-за частых перебоев электроэнергии их попросту затопило. Но чаще всего эти угольные предприятия закрывают, когда из нее попросту уже нечего украсть, нечего распилить, а значит и не на чем спуститься под землю для добычи угля. По данным Государственного регионального геологического предприятия «Донецк Экология», на неподконтрольном Донбассе затоплены не менее 49 шахт, а именно 26 угольных шахт в Донецкой области и 23 шахты Луганщины. Такие данные приводит Вильне радио. Стихийное затопление шахт на неподконтрольной территории продолжается с 2014 года. С 2015 гидрогеологи не получают официальной информации от шахт Вардло. Всего на неподконтрольной территории сегодня расположена 81 угольная шахта. Горные инженеры, ученые говорят, что вода как бы сшивает в единый комплекс и подконтрольную, и неподконтрольную территории. А это значит, что если шахта затапливается на неподконтрольной территории, то ближайшая шахта от нее, расположенная на подконтрольной, тоже будет подтапливаться. В нее попросту будет переливаться вода. В качестве яркого примера гидрогеолог Екатерина Бойко приводит шахту «Золотое» в Луганской области. Для окружающей среды, так как эти дополнительные объемы, которые откачиваются на поверхность, не успевают проходить очистку и с повышенной минерализацией скидываются в поверхностную гидросеть. Чтобы не произошло полного подтопления любой шахты, ну не обязательно золотое, воду из нее нужно попросту откачивать. По-хорошему, это же должны делать и самопровозглашенные власти ЛДНР. Но мы достоверно не знаем, откачивают там воду, не откачивают. Доступа к тем шахтам нет ни у журналистов, ни у международных организаций, ни тем более у гидрогеологов, работающих в украинских научных институтах. Но те наблюдения, которые сегодня уже есть на некоторых шахтах большой Украины, указывают именно на то, что так называемая ЛДНР наплевательски относится к экологии всего региона. Думаю, многие уже знают, чем чревато неконтролируемое затопление шахт. Это и проседание грунта, из-за чего дома в прямом смысле трещат. Это и загрязненная вода в колодцах, загрязненная почва. Ведь шахтные воды, поднимаясь на поверхность, смешиваются с грунтовыми. А вода из шахт непростая, она очень минерализирована, в ней могут быть тяжелые металлы. Конечно, часть такой воды очищают специальными системами, но только лишь при условии, если она попадает в отстойники. Если же вода неконтролируемо поднимается, экологические последствия могут быть необратимыми. Чтобы вовремя выявить неладное, специалисты должны постоянно контролировать ситуацию, регулярно проверять качество и состав подземных вод. А для этого нужна сеть наблюдательных скважин. Но в Украине такой системы мониторинга пока нет. Мы должны понимать, что регион и шахты эксплуатируются более 100 лет. За это время уже произошло проседание над горными выработками. Уже были зафиксированы случаи подтопления в районе горловки Янакиева. То есть это уже техногенно измененные ландшафты и территории. Если подходить взвешенно, аргументируясь исследованиями, постоянным мониторингом, отслеживанием процесса, то все возможно исправить. Трехсторонняя контактная группа этой осенью может провести первое заседание экспертной группы по вопросам затопления шахт вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Так что мы еще вернемся к этой теме в этой студии. А пока, друзья, подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Я напоминаю, что лайки, комментарии и подписки помогают продвигать наш канал. Давайте вместе давать отпор российской пропаганде. Подписывайтесь также на наши соцсети. Это Facebook, Telegram, Twitter. И у нас еще много чего, где можно подписываться. И если у вас есть сведения о происходящем на территории Ордло, пишите нам. Мы отслеживаем абсолютно все ваши месседжи. Спасибо за доверие. Ну и до встречи. До встречи.